Какой небольшой подытожим, какой итог из всего, что мы сказали. Первое, это что? Суеверие, которое мы сказали, мы с нами этого нет, этого не существует. Это в эти суеверия, вот эти, что кошка перебежала, это плохо тебе будет, соль рассыпали, поссоримся и так далее. Это момента. В это верить нельзя, не надо в это верить. И второе, это что у человека не должно быть убеждение, что какие-то вещи они сами по себе какое-то влияние могут сделать. Сами по себе эти вещи могут сделать, потому что это много больше, это широк. Если человек верит в то, что какие-то вещи сами по себе, какое-то влияние из Всевышнего Аллаха, они имеют это широк, значит, у него какое-то могущество есть в этих вещах. Это тоже нельзя, это широк, потому что. И третье, мы как сказали, как выше до этого пример привели, в факторе хорошее предзнаменование, в это можно верить, это может завалить. То есть, когда человек болеет, сказать ему о том, что иншалла, ты выздоровеешь, как крепкое здоровье у тебя будет и так далее. Такие хорошие, яркие слова сказать человеку. Это можно. И теперь такой вопрос. Вот так говорить легко скажут, а вот как вы эти сумеверия, эти примеры верите, как перестать, как верить. Чтобы избавиться от этих сумеверий, в первую очередь, это свой иман надо укреплять. Это укреплять свой иман и истинную картину мира понимать, о которой в нашей религии произнес про картину нашего мира. Она говорит, что у нашего мира, у Вселенной, у нашей планеты и всего остального есть только один Господин, это Аллах. Только Он один Господь всего, Он хозяин этого всего, Он распоряжается, как пожелает. И что только кроме силы и могущества, кроме Него, ни у кого больше нет, мы должны вот это помнить. И вот укреплять это в себе. И что никто другой, никто не может себе принести какой-либо вред. То никто другой не может причинить вреда, кроме как, кроме как, слышь Аллах, если не пожелает, ничто, никто не может себе навредить. И в этом тоже есть хадис Круга, с.а. Аллаху алию ассалям, Абдуллах ибн Аббаз передает, что однажды он рассказывает, что я однажды, Абдуллах ибн Аббаз, я сидел позади посланника Аллаха верхом ехал. И тогда посланник Аллаха, с.а. Аллаху алию ассалям, сказал, о, мальчик, я научу тебя нескольким словам. Храни память об Аллахе, и Он будет хранить тебя. Храни память об Аллахе, и ты обнаружишь его перед собой. И если захочешь попросить что-либо, попроси у Аллаха. Проси у Аллаха, если захочешь обратиться за помощью, обращайся за помощью к Аллаху. И знаешь, что если все остальные соберутся вместе, чтобы сделать для тебя что-нибудь полезное, они принесут тебе пользу лишь в том, что было предопределено тебе Аллахом. И если же наоборот соберутся все вместе, чтобы нанести тебе вред, они наповредят тебе лишь в том, что было предопределено тебе Аллахом. Ибо перья уже подняты, а не высохли. То есть то, что для нас все предопределено, что если все в мире соберутся, чтобы нанести тебе какой-то вред, если Аллах это не предопределил тебе, тебе никто не сможет это навредить. Никто не сможет это навредить. Вот это мы должны понимать. Вот как, к примеру, рассказывали, как небольшой совет дать перед началом любого действия, хорошего действия, чтобы мы произносили, нужно нам произносить это, бисмилляй рахман и рахим. И если мы хотим это дело так же уберечь от зла от плохого, сказать, а-разумилляй мина шейтан и раджим. Иншаллах, по милости Аллаха, ничего дурного плохого тоже не случится. И пусть Всевышний Аллах нас укрепит, нас нашим имам, веру и веру, и вот этих ложных убеждений пусть Аллах нас защитит, чтобы мы не верили в эти ложные убеждения. И в завершение я бы хотел так же попросить, братья, тут у нас попросили сделать дуа, это Аниса, дочь Берса, для ребенок болеет, давайте все вместе. Субтитры создавал DimaTorzok